Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Дины Исляева. Сегодня в выпуске. Ремонт идет круглосуточно, но медленно. На Солочинском мосту снова образовался затор. Современные техники в помощь лесничим, как камеры видеонаблюдения, помогают находить лесные пожары. Увековечит память рязанцев-героев Советского Союза. В областном центре появится граффити высотой в два этажа. Солочинский мост снова в центре внимания. Утро для водителей, спешивших в Рязань, как правило, начинается с затором. В социальных сетях обсуждают, что ремонтные работы там идут медленно, а пробки растут быстро. Наша съемочная группа побывала на перекрытом участке, чтобы выяснить, как обстоят дела. Валерий Седов продолжит. Ремонт дорожного полотна – тема для любого города всегда резонансная. В одной только Рязани водители постоянно жалуются на дорожные работы то тут, то там. Вот только Солочинский мост – тема сейчас довольно острая. На нем четыре полосы для движения. На время ремонта две из них полностью перекрыты. Каждым утром и вечером из-за работы на мосту образуется километровая пробка. Скорость потока совсем небольшая. Для движения машин выделены две полосы, по одной в каждую сторону. Дорогу ограждает от ремонта только небольшие фанерные стены, за которыми кипит работа. На данный момент времени у нас производится комплекс работ по демонтажу дефермиционных швов на двух опорах. И также комплекс работ для подготовки и постановки новых дефермиционных швов. Идет установка защитных экранов для обеспечения безопасности производства работ. Все работы ведутся согласно графику. Отставаний на данный момент нет. Идем с небольшим опережением. Сейчас усиленно идет подготовка к фрезерованию асфальта. Дорожные работы кипят по одну сторону ограждения, а по другую кипят водители. Из каждой проезжающей машины смотрят люди. Им интересно, когда работы наконец закончатся. Представители подрядчика заявили, что дорожные работы на мосту идут круглосуточно. По сообщениям очевидцев, дорожные заторы возникают только утром и вечером. В дневное время километровых пробок не наблюдается. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Искали билеты на футбол, а оказались без денег и возможности посетить матч. Специалисты в области информационных технологий предупреждают. Во время чемпионата мира по футболу в интернете участились случаи мошенничества с платежными системами. Появились даже поддельные сайты по продаже билетов. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать минимальные правила безопасности. Не открывать никакие непроверенные ссылки, которые были получены по электронной почте. Не заходить на сайты, у которых горит перечеркнутый замочек красным цветом горит. То есть это сайты, которые незащищенные, непроверенные. Ни в коем случае не вводить какую-то аунтификационную информацию или платежную информацию по кредитным картам на таких сайтах. Сложность таких преступлений в том, что найти украденные с карты деньги получается не всегда. Довольно часто следы преступников теряются за пределами России. Поэтому специалисты в области цифровых технологий советуют покупать билеты на чемпионат мира по футболу только у официальных распространителей. К другим темам. Лес под наблюдением видеокамер. За зелеными артериями Рязанской области круглосуточно наблюдают специалисты позже леса. И с начала сезона они зафиксировали семь возгораний. Пожарные проверяют каждое сообщение и выезжают на место, даже если замечают небольшое задымление. Как охраняет лес от огня в нашем следующем сюжете. Один из наших подразделений, ПГС ГУС Железный, поступила информация о том, что они со своей вышки в определенном азимуте увидели задымление. Поэтому сами они на такое расстояние не видят. Они просят нас посмотреть, есть ли там это задымление или нет. Съемка сюжета об организации ПОЖ ЛЕС началась с сообщения о задымлении в деревне Агапова. На самом деле так и выглядит обычный день диспетчерского пункта. Практически постоянно им на телефон приходит сообщение о наблюдаемом задымлении в одном из районов Рязанской области. Говоря простым языком, задача инженера по дистанционному мониторингу – это отреагировать на вызов. В распоряжении у диспетчерского пункта 30 камер видеонаблюдения с большим разрешением и углом обзора в 360 градусов. В данном случае звонок поступил от одного из подразделений ПОЖ ЛЕСа. Сотрудники также сообщили и азимут, поэтому найти нужную камеру труда не составило. На большой экран вывели изображение. Это костер, который разжег местный житель на своем участке. Однако в настоящее время в области особый противопожарный режим. Жечь ничего нельзя. Диспетчер сообщит в подразделения и в отношении собственника примут необходимые меры. На решение этой задачи ушло меньше трех минут. Именно для таких целей и был создан региональный пункт диспетчерского управления. Он появился в 2011 году, после печально известных пожаров в 2010 году. Основные задачи регионального диспетчерского пункта нашего Рязанского области, Министерства природопользования, это в основном сбор информации, анализ ее, предложений для нашего руководства по дышению возникших пожаров. Плюс ко всему, это координация действий всех лесопожарных формирований при возгорании в лесном фонде. Все, что находится в распоряжении диспетчерского пункта, можно увидеть на большой карте. Синими огнями обозначены видеокамеры, желтыми – пожарные вышки, а красными – развернутые пожарно-химические станции. У камер видеонаблюдения особое расположение. Они расположены таким образом, во-первых, то, что система видеонаблюдения организована, она видит все. И пожарно-химические станции расположены по всей области, то есть они имеют, можем сказать так, время подскока очень маленькое для того, чтобы быстро среагировать на какое-то возникшее возгорание. Все камеры автономны. Они реагируют на дым и движение. К сожалению, она реагирует и на птиц, воду и тому подобное. Поэтому, когда камера замечает, по ее мнению, пожар, то раздается специальный сигнал, а предполагаемое место на изображении выделяется красным квадратом. Если где-то мы видим возможное возгорание, мы стараемся определить координаты этого возгорания, населенный пункт, размеры возгорания и послать туда помощь или мониторинг, чтобы люди посмотрели, что там горит конкретно. Если требуется вмешательство, то мы посылаем туда наши пожарные машины и тушим пожаром. В 2016 и в 2017 годах из-за правильной работы диспетчерского пункта не было зафиксировано ни одного возгорания. В 2018 было зафиксировано 7 возгораний на территории свыше 4 гектаров. Пожарные совершили 205 выездов. Выезд ни в коем случае не приравнивается к пожару. Чаще всего это мониторинг обстановки. Пункт диспетчерского управления оборудован системой ГЛОНАСС, которая позволяет увидеть всю технику пожлеса. В труднодоступных для тушения пожаров местах оператор корректирует движение транспортных средств. Также здесь есть и система радиосвязи. Буквально все, что существует из средств связи, есть в этом пункте. У нас сейчас организована группа авиамониторинга, будем ее так называть, которая уже имеет и квадрокоптер, и беспилотный летательный аппарат. Один из главных помощников при мониторинге обстановки на месте – это квадрокоптер. В тушении пожара он пока участия не принимал, но регулярно проводит разведку местности. Подобные кадры сняты как раз с применением квадрокоптера. Сейчас он совершает тренировочный полет. На вооружении у сотрудников пожлеса находится и другая техника, как они сами ее называют – тяжелая артиллерия. На каждый пожаре обязательно выезжают три транспортных средства – патрульный автомобиль на базе УАЗа, пожарный автомобиль и трактор МТЗ-82, у которого важная функция – создание минерализированной полосы. Все пожары, абсолютно все пожары на территории области, неважно, они ликвидированы с помощью средств, с помощью проливки водой, мы обязательно опахиваем, дабы не допустить дальнейшего распространения этих пожаров. Вся эта техника служит для того, чтобы локализовать пожар и расчистить пункт для автомобилей специалистов. Например, этот большой нож. Этот нож для прокладки минерализированных полос шириной более трех метров, для строительства дорог во время пожара, для прохода в завалах. У сотрудников пожлеса есть своя терминология – техника первого и второго хода. Первый ход – та техника, что выезжает в первую очередь. Она проводит мониторинг и оценку местности. При обнаружении пожара сотрудники занимаются его ликвидацией. Техника второго хода, как, например, пожарные Уралы, помогает в том случае, когда огонь разгорелся до определенной площади. В разгар съемок сюжета на рацию сотрудников поступил вызов – пожар в области. Специалисты отреагировали моментально. Они уехали на технике второго хода. Получается, что рассказ о работе сотрудников пожлеса начался и закончился со срочного вызова. Правда, если вначале это был всего лишь костер, то сейчас – настоящее пламя. Для сотрудников это 206-й выезд на территорию. Для нас – первый. То, что обычные люди расценивают как риск и подвиг – здесь обычная работа. С утра вышли на работу, и весь светофой день они готовы к своей работе в любое место, в любую точку Рязанской области. И как вот жить, работать с этой мыслью, чтобы ты ежедневно борешься со стихией? Так живем же. В летний период число случаев детского травматизма возрастает в разы. По словам врачей, обычный ушиб может стать началом серьезных проблем со здоровьем. Ссадины, растяжение связок и ушибы – обычное дело. Главное – вовремя обратиться к врачу. Подробнее расскажет Мария Рудая. Десятилетний Егор Князьков на две недели оказался оторванным от мира. Обычная игра в прятки обернулась внутренней травмой колена. Причиной всему стал прыжок с дерева. Я спрыгнула, и мне все нормально. Потом я еще раз залез, и еще раз спрыгнула, и мне опять нормально. Пришел домой, и мне заболело почему-то. Егор в этом году закончил четвертый класс. По словам его мамы, он очень спортивный ребенок. Занимается футболом, хоккеем и самбо. Любит читать и смотреть кино. Любимая книга – «Хроники Нарнии». Конечно, Егор, как и все мальчишки, любит погулять во дворе с друзьями. Он уже мальчик большой, во дворе гуляет один. Гулял, играл. Пришел домой и сразу не жаловался. А утром встал, колено опухло, колено болит. А мальчик активный. Мы спортом занимаемся. Сегодня мы должны на футбол идти были. Нас из «Спартака» обещали взять в детскую команду. Всю неделю готовились к этому. Утром расстроился, колено болит. Ну, подождали до обеда. Решили, что все-таки надо сходить проверить. Если Егор будет выполнять все рекомендации врачей, он и дальше сможет заниматься спортом. Но придется немного подождать полного восстановления. Пример Егора далеко не единственный. По словам врачей, с наступлением теплого сезона примерно с мая месяца. Количество пациентов в травмпункте областной детской клинической больницы увеличилось на 30%. За день сюда обращаются порядка 100 человек. За месяц эта цифра достигает почти 2000. Чаще всего это ушибы и растяжение связок. На втором месте переломы. Далее идут раны и укусы клещей из животных. По словам травматолога-ортопеда Романа Барышникова, если все же с ребенком случилась какая-то неприятность, в больницу стоит обратиться сразу. Стоит обращаться все-таки в первые, ну, двое суток пускай. Потому что иногда, да, у нас родители приходят, говорят, да, мы вот решили день подождать, но вдруг, ну, ушиб, вот пройдет. Ну, когда, конечно, бывает обидно, когда приходят уже через месяц, полтора после травмы. Сразу, вы знаете, у нас что-то болит до сих пор, что-то не проходит. Тут уже выявляются некоторые сложности в процессе лечения. Еще один вид травм, по словам врачей, который часто встречается летом, это колотые и резанные раны. Их дети получают во время пляжного отдыха на водоемах. По словам специалистов, банальные меры осторожности могут уберечь ребенка от серьезных травм в летний период. Но теория – это одно, а практика совсем другое. Подвижные девчонки и мальчишки дают волю своей энергии, которую зачастую оказываются сокрушительной для них самих. Но правила поведения на улице, на воде и в лесу должны знать все наизусть. Более 10 скверов в Рязани и области планируется благоустроить в этом году. 270 с лишним миллионов рублей субсидий из федерального и областного бюджетов потратят на эти цели. Сейчас, по данным регионального правительства, проходят процедуры торгов. В Рязани обещают преобразить три парка культуры и отдыха имени Гагарина и железнодорожников. Не отмечать День города в один день с Днем ВДВ. Такое предложение в этом году вынесло Управление культуры Рязани. Торжества хотят назначить на субботу, 4 августа. Окончательные решения примут депутаты Гордумы. Напомню, они утверждают эту дату с 2011 года. Первые пять раз Рязань отмечала день рождения 2 августа. Затем празднования начинались 31 и 30 июля. Память рязанцев Героев Советского Союза увековечен в граффити высотой в два этажа. Рисунок появится на доме номер 74 по улице Маяковского. Художники работу над ним начали накануне Дня памяти и скорби, чтобы показать. Помнить о наших героях мы должны и в праздники, и в будни. Сейчас мы находимся на высоте второго этажа. А здесь уличный художник Александр Демкин делает надпись, которая гласит, что в Рязанской области было 387 героев Советского Союза, прошедших Великую Отечественную войну. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Этот проект называется «Рисунки Победы», посвященный прошедшим Великой Отечественной войне. Баллончик с краской, трафарет и респиратор. Вот, пожалуй, и весь нехитрый набор уличного художника. А еще фантазия, которая помогает воображению творить невероятные картины прямо на зданиях. Александр уже имеет опыт в подготовке подобных арт-объектов. Он является автором масштабной работы под названием «Мир», которая сделана на доме рядом с торговым центром «Атрон». Молодой человек признается, что следит за творчеством своих коллег. Ему нравятся работы, выполненные в технике стрит-арт польского дуэта «Итам и Крю», а также испанского художника Эриса. В Рязани, по мнению Александра, благодатное поле для стрит-арта, но люди, увидев человека с баллончиком, реагируют по-разному. Чаще всего свободный художник ассоциируется с вундализмом. Но этот вид уличного искусства далек от такого направления. Здесь работают с образами. Это своеобразный иммажинизм в художественном творчестве. Работу, во-первых, согласовывают, во-вторых, пытаются вписать в городское пространство. Она не выглядит пятном на здании, а является неким продолжением идеи архитектора. Данная работа больше, чем идея автора. Это дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Она носит информативный характер. Работа с образом, гармоничное вписывание в пространство. И работа с периферией этого места. То есть, как-то гармонично о чем-то сказать. И чтобы это не было, например, граффити, которое оно где угодно делают. Оно везде одинаково, а тут уже как-то более осмысленно подхожу к этому. Я считаю, это дело важным. Важно об этом напоминать и не забывать. И это один из методов того, чтобы помнили. Проект «Рисунки Победы» был организован региональным отделением волонтеров Победы. Цифры для нового арт-объекта, по словам руководителя Кристины Зориной, взяли на официальном сайте Министерства печати. А перед 9 мая такая же надпись была размещена на билбордах города. Ее творчески преобразовали. И теперь она размещена на фасаде дома 74 по улице Маяковского. Идея данного проекта возникла случайно. Проводили одно из мероприятий на почтовой, где спрашивали у прохожих просто какие-то факты из истории. Просили сопоставить дату и какое-то событие. И поняли, что очень много пробелов. Причем в довольно-таки элементарных вещах. Мы решили, что нужно восполнять их, но каким-то необычным способом. Потому что заставить читать учебники – это неинтересно. Мы решили, что визуальный контент будет лучше восприниматься. И поэтому пришла такая идея проекта «Рисунки Победы». Первый рисунок Победы появился в Рязани накануне Дня памяти и скорби, который состоится 22 июня. Теперь, проходя мимо здания на улице Маяковского Рязанца, гости города непременно будут вспоминать своих героев. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в группах в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. И берегите себя. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok